Здравствуйте, дорогие слушатели! Как вам известно, тема нашей сегодняшней лекции будет посвящена глазу и его заболеваниям. Меня зовут Дамир Джамалевич от Хазория. Я рефракционный хирург клиники ТРИЗЕ. То есть я занимаюсь непосредственно коррекцией зрения. Если у кого-то будут какие-то вопросы, в конце можете задавать. Итак, всем известно, что орган зрения нам дает до 80% информации о внешнем мире. Органом зрения является глаз. И то, что мы сегодня будем рассматривать, это в основном заболевания глаза как такового, а не в целом зрительного анализатора. Есть некие пять заболеваний, с которыми практически хотя бы с одним из них за всю свою жизнь человек сталкивается. Но прежде чем мы начнем разговаривать непосредственно о заболеваниях, хотелось бы вам напомнить анатомию глаза. Анатомия глаза отличается в целом от организма тем, что на глазу встречается очень много физических, оптических моментов, которых нет в других частях нашего тела. Глаз напоминает форму шара. И в среднем длина глаза колеблется от двух до двух с половиной миллиметров. Это среднее значение. Бывает меньше, бывает больше. Итак, одну шестую глаза занимает в передней части роговица. Роговица в норме напоминает часовое стекло, и она является прозрачной. В остальном пять шестых – это склера, это каркас нашего глаза, который выполняет в общем-то опорную функцию. Через роговицу проникает свет, он проходит через зрачок. Зрачок – так называемая диафрагма, которая существует за счет радужки. Диафрагма в зависимости от освещенности меняет свой диаметр. Когда на улице темно, она максимально расширяется. Когда на улице светло и много света, зрачок максимально сужается и пропускает меньшее количество света внутрь глаза. Это его основная функция. В дальнейшем свет попадает на хрусталик. Хрусталик – это двояко-выпуклая такая линза, которая также играет определенную оптическую роль. Она преломляет луч света, который проникает внутрь глаза. В норме свет, который проникает через роговицу и хрусталик, должен преломляться таким образом, чтобы он концентрировался на сетчатке. И если это происходит, человеческий глаз видит хорошо. Это определенные оптические моменты нашего зрительного анализатора. Естественно, внутри глаза имеется биологическая матрица, которую мы называем сетчаткой или сетчатой оболочкой. Она переводит свет в нервный импульс. И в последующем нервный импульс, трансформируясь, распространяется по зрительному нерву вплоть до коры головного мозга. Вот эти перечисленные органы имеют определенные заболевания. Естественно, в глазу есть еще много моментов, которые мы сейчас упускаем. Но, в принципе, для понимания того, что мы будем говорить дальше, этого более-менее достаточно. Еще раз повторю, свет преломляется на роговице и в последующем на хрусталике. Роль хрусталика аккомодационная. Чтобы мы видели и вдали, и близь хорошо, это зависит от этого органа. Роговица не меняет свою форму, как хрусталика. Она имеет постоянную форму. Это важно для понимания в будущем методов коррекции зрения. Итак, глаз – особый орган, но, как и все в нашем теле, он не идеален. Аномалии рефракции. Что это такое? В частности, многие знакомы с таким диагнозом, как близорукость или миопия. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает про миопию что-то. Как правило, каждый десятый человек, то есть 10% всего нашего населения в России знакомы с этим диагнозом. В странах Европы и США где-то 25% людей страдает этим заболеванием. А в Азии уже добрались до 90%. То есть перспектива в нашей стране с развитием гаджетов и прочих моментов, которые заставляют нас работать постоянно вблизи, говорит о том, что близорукость будет прогрессировать. Количество людей в будущем будет намного, в десятки раз больше, по прогнозу, чем на сегодняшний день. Что же такое близорукость? Близорукость – это когда параллельно идущие лучи от дальнейших источников света преломляются, проходя через роговицу и хрусталик таким образом, что фокус формируется не на сетчатке, а перед ним, на каком-то расстоянии. И, как правило, чем больше это расстояние, тем больше степень близорукости у пациента. Степень близорукости определяется в диоптриях, то есть это минусовые диоптрии. В России принято делить на три степени близорукости. Слабая степень – это до минус трех, с трех до минус шести – это средняя степень, и больше шести – это, как правило, высокая степень близорукости. Что такое диоптрия? Диоптрия – это та линзочка, по сути, для понимания, которая нужна глазу для того, чтобы видеть так же, как здоровому человеку. То есть если у человека минус три, ему нужна минусовая линза на минус три, чтобы фокус попадал на сетчатку. И в этом случае он видит хорошо. Близорукость на сегодняшний день является таким заболеванием, которое, в принципе, лечится, и лечится довольно неплохо. Я чуть позже коснусь методов лечения данного заболевания. И у кого-то, если будут вопросы, можем поговорить более подробно. Есть такое понимание, понятие, как дальнозоркость или гиперметропия. Это заболевание встречается в 10 раз реже. Дальнозоркость, которую мы здесь имеем в виду, – это дальнозоркость врожденная. Есть здесь руки, у которых есть плюсовые очки? Это, скорее всего, возрастные моменты, про которые я вам позже расскажу. Если у вас с детства был плюс, то это дальнозоркость или гиперметропия. Таких, как правило, мало очень в зале. С чем связана эта дальнозоркость? Глаз анатомически имеет форму шара, как мы договорились. Но в данном конкретном случае при гиперметропии, при дальнозоркости, глаз более короче, чем должен быть в норме. В силу определенных обстоятельств он не развивается в определенное время, когда человек растет вместе со всем организмом. И складывается так, что фокусное расстояние от параллельно идущих лучей, от дальнейшей точки ясного видения, проецируется не на сетчатку, а как бы в отрицательном пространстве за ней. Понятно, что свет не имеет возможности проникать внутрь, вглубь каких-то тканей. Но, тем не менее, условно, если прочертить фокусное расстояние, оно чуть дальше. Если глаз короче на 1 мм, мы имеем плюс 3, так называемую рефракцию. Данное заболевание также лечится, от него можно избавиться, если нет определенных осложнений. Осложнение дальнозоркости – это так называемая амблиопия. И она бывает и при близорукости, кстати, тоже. Амблиопия – это ленивый глаз простонародий, который плохо лечится. Как это понять? Орган зрения нам дает информацию о внешнем мире. И распространяется она по многим структурам нашего головного мозга. И если всю жизнь у человека было плохое зрение или оно было на какой-то определенный процент, к сожалению, развившись такой человек и никогда, если он не видел хорошо или использовал слабые очки, не было стопроцентного зрения, может сформироваться так называемая амблиопия. И в результате этого человек потом одевает очки, но на самом деле больше, чем видел, не может видеть, по одной простой причине, что зрительный анализатор параллельно со всем организмом не развился. То есть наша голова безумно эффективна. Если что-то не используется в детстве, значит, это не нужно человеку. И потом в будущем это невозможно ему привить. Определенные такие моменты существуют при миопии тоже. Определенным осложнением близорукости является увеличение длины глаза. То есть вы видите, что глаз вытягивается передне-заднем направлении, фокусная точка плоскости остается впереди, глаз вырастает на определенное значение. Но при вот этом чрезмерном, наоборот, росте глаза могут происходить другие осложнения. Это так называемые дистрофические изменения на периферии сетчатки, которые могут приводить к всем известной отслойке сетчатки. То есть при растяжении, при увеличении длины глаза, внутриглазная оболочка может истончаться, разрываться в определенных моментах, и это может привести к отслойке. Меняются сосуды, меняется биомеханика глаза, гемогидродинамика, то есть обмен внутриглазной жидкости и кровотока определенным образом страдает. Близоруким людям, все, кто поднял руку, не забывайте, пожалуйста, проверяйте свое зрение и проводите осмотр раз в год для того, чтобы оценивать периферию сетчатки. Потому что при близорукости, да, вы можете использовать очки, и все хорошо, либо сделали коррекцию зрения и забыли, но на самом деле изменения на периферии сетчатки, они могут быть, и нежданно-негаданно они могут привести к отслойке. То есть такой момент может быть. Не забывайте, пожалуйста. Астигматизм. Это также является аномалией рефракции, то есть параллельно идущие ручьи света, которые проходят через роговицу и хрусталик, могут преломляться неравномерно. То есть что такое астигматизм? С латыни отсутствие точки. Стигма – это точка, а астигматизм – это отсутствие точки. То есть фокус не фокусируется в одну точку, в одну плоскость. Взаимноперпендикулярные меридианы могут давать как плюс, так и минус. И в результате этого нет нормального зрения ни вблизи, как при близорукости хотя бы бывает, и нет нормального зрения вдаль в данном конкретном случае, потому что изображение не концентрируется никуда. Под астигматизмом очень долго протекает, скрыто протекает такое заболевание, как кератоконус. Бывает понятие субклинический кератоконус. Когда человек ходит в поликлинику, ему выписывают очки с астигматизмом до 18 лет, а вдруг ни с того ни с сего у него оказался кератоконус. Это можно выявить только на специальных кератопограммах. Кератоконус – такое заболевание, которое, в принципе, неизлечимо. Поэтому если у кого-то есть астигматизм и слышал про это, особенно молодые люди, пожалуйста, не забывайте контролироваться и проводить томограмму роговицы для того, чтобы не оказаться в этой группе риска. Методы лечения. Методы лечения, конечно, всем известны. Всем можно использовать очки. Методы компенсации – близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Очки, контактные линзы, ортокератология – много чего существует. Но для того, чтобы избавиться и не использовать никакие девайсы, применяются только хирургические методы лечения. Пожалуйста, не путайте. Гимнастики и прочие моменты не могут укоротить длину глаза, либо увеличить его, не могут изменить кривизну хрусталика. Гимнастики помогают только при возрастном зрении. И то на какое-то время. При сбиопии, про которую я вам чуть позже расскажу. Методы лечения. В частности, я остановлюсь более подробно на хирургических. В самом первом мире появилась в плане лазерной коррекции зрения технология ФРК. Сейчас она модернизировалась и применяется, в частности, в нашей клинике как транс-ФРК. Что это такое? Все варианты лазерной коррекции зрения связаны с тем, что меняют кривизну и профиль вот этой передней прозрачной оболочки глаза, которая называется роговица. Транс-ФРК проводится через эпителий. То есть на поверхности глаза у нас имеется эпителий. В принципе, эпителий покрывает все наши ткани. Просто на глазу он имеет определенную четкую толщину, определенную форму, которая устраняется лазером. Испаряется эксимер лазерной абляции. Тоненький слой, 50 микрон с поверхности глаза. То есть в последующем тем же самым лазером устраняется и близорукость. Лазер на основе анализа параметров глаза высчитывает определенную толщину, которую ему нужно испарить или профессионально аблировать, истончить. В результате этого роговица принимает более плоскую форму для того, чтобы лучи света, которые проходят через нее, распространялись чуть дальше. Это важно, в частности, при близорукости. Таким образом она устраняется. Собственно говоря, так и избавляет человека и очки, и контактные линзы от плохого зрения. То есть увеличивается фокусное расстояние. Просто лазерная коррекция зрения делает это более идеально, так как она выполняется непосредственно на самой глазной оболочке. И ТрансФРК, технология, которая была разработана в начале 80-х, она до сих пор применяется в редких случаях, когда мы имеем определенные анатомические параметры, и когда нельзя провести другие технологии лазерной коррекции зрения. Но есть отрицательные моменты у дальней технологии, почему она выходит в небутие. Восстановительный период у пациентов после такой операции зачастую достигает месяца, а то и больше. После проведения этой операции три дня глаз болит. Откровенно болит. Это из-за течения, неприятные ощущения, как будто бы соринка вопала, и это не проходит. Нужно использовать контактную лензу четыре дня. В последующем, да, после восстановительного периода, человек имеет такое же зрение, как и при других технологиях. И мы ее, повторюсь, еще раз применяем только в том случае, когда другие варианты невозможны. Технология SuperLasic. Данная технология появилась в Европе где-то в конце 80-х уже. Она напоминает внешний ФРК, но отличается тем, что мы работаем не на поверхности глаза, а непосредственно в строме роговицы, то есть ин-ситу. Лазерный кератомилез ин-ситу в первозданном виде представлен был вот таким образом, когда при помощи механического микрокератома формировался лоскут на поверхности роговицы. И в последующем эксимерный лазер, точно так же, как при ФРК, менял кривизну роговицы в оптической зоне напротив зрачка. Роговица принимала ту форму, которая нам необходима для того, чтобы фокусное расстояние было достаточно для хорошего зрения. А лоскут нужен для того, чтобы мы все это дело прикрыли. И зачастую пациент при проведении в современном исполнении такой операции может видеть уже ближе к вечеру 100 и больше процентов. Данная технология SuperLASIC на сегодняшний день также активно используется, потому что широко получила распространение. Мы ее со всех сторон оценили. У нее есть определенные отрицательные моменты. У нее есть и свои положительные моменты. В частности, это цена на проведенную операцию. Отрицательным моментом относится механический микрокератом. Тот нож, который вы сейчас видели, он не всегда отличается стабильностью. Он не всегда дает равномерный лоскут, какой бы хотелось. Иногда складываются такие обстоятельства, что операцию нельзя сделать на только начавшейся этапе. При такой технологии мы вынуждены ее отложить на полгода. То есть этим чревата технология SuperLASIC с применением механического микрокератома. Вероятность каких-то проблем у этой операции примерно один на две тысячи случаев. это не относится к таким проблемам, которые невозможно доести до конца. Следующая технология, которую я бы хотел вам представить, это технология FEMTA SuperLASIC. То есть оценив за длительное время существования SuperLASIC, офтальмологи поняли его проблемы. Это механический микрокератом. FEMTA SuperLASIC не предполагает использование каких-то колючей, режущих инструментов. Данная технология полностью является лазерной. Активное распространение в России этой технологии получила в 2000-х годах. За границей она, конечно, появилась в начале 2000-х. И на сегодняшний день довольно распространенная процедура, которой обладает практически каждая клиника, которая занимается коррекцией зрения. FEMTA SuperLASIC выглядит вот так. Если посмотреть на наш видеоролик, формируется флэп или лоскут посредством кавитационного пузырька, который проникает в роговицу на строго заданную глубину. То есть данная технология отличается идеальная равномерность у лоскута, который, помимо того, еще и будет очень тонкий. То есть срез будет идеально параллелен поверхности. Помимо этого, по Z-оси еще формируется край этого лоскута. После чего проводится эксимер-лазерная абляция по всем правилам FEMTA SuperLASIC, то есть формируется индивидуализированный профиль в зависимости от диаметра зрачка, от угла зрительной оси, потому что не всегда мы видим через центр. От индивидуальных неровностей поверхности глаза на сегодняшний день приборы существуют, которые сканируют поверхность роговицы даже здорового человека. Если провести такому человеку лазерную коррекцию зрения, он может вместо 100% идти чуть-чуть больше. По правилам FEMTA SuperLASIC, по правилам любого SuperLASIC, такие технологии на сегодняшний день существуют. И FEMTA SuperLASIC из поколения LASIC на сегодняшний день является лидирующей технологией по восстановлению, по количеству каких-то проблем. по послеоперационному периоду. Если у кого-то будут вопросы, мы можем более конкретно остановиться на этих технологиях чуть позже. Технологии RelaxMile. Это революционная технология, которая позволяет устранять близорукость и некоторые виды астигматизма. Первый человек по этой технологии был прооперирован еще в 2006 году. И недавно было прооперировано около миллиона человек по этой технологии. Поэтому она уже, несмотря на то, что одна из свежих, довольно проверенная, у нее есть масса положительных моментов. Особенность ее связана с тем, что не формируется никакой лоскут, флэп, крышка, как мы ее называем, на поверхности роговицы, а формируется лентикула. То есть то, что мы испаряли при лейсиках на предыдущих слайдах, для чего мы и формировали флэп на поверхности роговицы, в данном конкретном случае такая технология не применяется, а формируется лентикула, минусовая ткань, которую мы удаляем через тоннель 2 мм при помощи специального инструмента. То есть такая технология помогает миновать формирование лоскута и посредством тоннеля 2 мм заживать намного быстрее. Не повреждается нервное окончание на поверхности роговицы, и профи роговицы меняются изнутри. Данная технология по ограничениям каким-то по восстановительному периоду в разы короче, чем предыдущие. В частности, это может быть несколько дней, 2-3 дня. И, в принципе, люди могут заниматься боксом. Хоть боксом, да. Но есть такие индивиды, которым не подходит ни один вариант из перечисленных, потому что роговица может быть настолько тонка, и это абсолютно нормальные вещи. То есть у людей бывает противопоказание к лазерной коррекции зрения. И в редком случае человек может провести имплантацию фокичных линз в том случае, если есть противопоказания к лазерной коррекции зрения. Что это такое? Фокичная линза – это внутриглазная контактная линза, которая может существовать сколько угодно лет. Производитель на материал дает гарантию около 150 лет. Поэтому на жизнь хватает. Кому не хватает, можно поменять потом. До минус 30 диоптрий можно таким образом компенсировать. И еще один момент, в конце мы поговорим. Есть возрастные плюсовые изменения. То есть люди, которые не хотят менять хрусталик внутри глаза, вполне есть такая возможность, если вы видите хорошо вдаль, имплантировать пресбиопическую внутриглазную линзу и еще жить своим хрусталиком дальше долго и счастливо, насколько его хватит. Пресбиопическая линза впервые в России была имплантирована в нашем филиале в Краснодаре в прошлом году. То есть вот таким моментом мы могли бы, можем похвастаться. Пресбиопия. То, о чем мы бы еще хотели поговорить. Используйте очки для чтения. Или вот близорукие люди старше 40 лет. Кто-то использует два варианта очков. Можете поднять руки? Очки для чтения. Такое заболевание затрагивает каждого четвертого на сегодняшний день человека, если все пересчитать, потому что наше население активно растет в возрасте. И пресбиопия это такой диагноз, который в норме затрагивает практически каждого человека старше 40-45 лет. В редком случае до 50 удается дожить. Пресбиопия это когда наш внутриглазной хрусталик не способен давать хорошее зрение вблизи. То есть зрение вблизи это определенный активный процесс, который зависит от изменения кривизны хрусталика. Вдаль человеческий глаз смотрит расслабленно. Вблизи мы видим с напряжением. Собственно говоря, эта функция у нас активно работает до 40-45 лет и мы даже не замечаем куда мы смотрим в определенном возрасте. Смотрим вдаль или смотрим влезь. Но вдруг достигнув определенного возраста люди начинают понимать, что им лучше видно на вытянутой руке, когда потом эта история надоедает. Человек начинает использовать плюсовые очки. Плюсовые очки для чтения. И каждые пять лет они, как правило, увеличиваются на полдиоптрии. В среднем в 40 лет у среднестатистического человека плюс один для чтения. В 45 плюс полтора, в 50 плюс два. Ну, тут это среднестатистическое значение. Абсолютно необязательно, что оно должно соответствовать каждому. Как от этого избавляться? Вот те моменты, которые пишут в интернете и вот все вот эти шарлатанские методы с гимнастиками, они немного работают при этом заболевании. То есть, если человек каждый день упорно вкладывается в эти гимнастики, смотрит вдаль, смотрит близь, то есть, отдает определенный процент своей жизни этому, то, да, гимнастика до, опять же, определенного возраста, пока не появится катаракта, она может компенсировать человеку зрение вблизи, но, к сожалению, она не может извинить биологических свойств хрусталика, хрусталик всю жизнь у нас растет, всю жизнь делится, его клетки уплотняются и к определенному возрасту он становится настолько плотный, что человек все-таки вынужден использовать очки для близи. Контактные линзы здесь не получается использовать, потому что это неудобно, если вы оденете контактные линзы на плюс, вы будете плохо видеть вдаль, вблизи, будет хорошо. поэтому человек использует очки для того, чтобы их снимать, когда нужно посмотреть вдаль и одевает, когда нужно посмотреть вблизи. Как хирургически данное заболевание лечится? Можно менять хрусталик на искусственный. Это называется имплантация мультифокальных интерокулярных линз, то есть свой хрусталик можно заменить на искусственный, поставить туда такую модель хрусталика, которая может давать качественное зрение на всех расстояниях, на вдаль, вблизь и на средних. На сегодняшний день очень много производителей, конечно, не наших, а импортных, которые дают довольно неплохие интерокулярные линзы. И имплантация пресби-линзочки, которую я вам показывал на предыдущем слайде. Вот сюда можно имплантировать мультифокальную линзу. Если у человека еще нет катаракты, либо он боится свой хрусталик менять на искусственный с этими дополнительными функциями, можно имплантировать вот эту интерокулярную линзу. Она является контактной, она садится на хрусталик, высчитывается индивидуально под каждого человека, и в мире только два производителя, которые могут давать вот такую индивидуальную биологическую линзу. Это действительно линзочка, которая практически под анатомическую форму каждого человеческого глаза изготавливается индивидуально, и это Европа, конечно. Таким образом лечится пресбиопия. То есть не очень много хирургических методов лечения, но в основном это мультифокальные линзы. Катаракта. Около 90 миллионов людей на сегодняшний день, несмотря на то, что это заболевание очень легко лечится, ослепли и ослепли из-за этого заболевания. Катаракта – это помутнение внутриглазного хрусталика, в результате которого внутрь не проникает свет. Катаракта в переводе с древнегреческого – это ниспадящий катар, то есть похоже, как будто бы вижу через водопад. И действительно зрение у человека становится таким, как будто бы он смотрит через пелену, либо через какое-то грязное стекло, через паутину или прочие моменты. Хотя суть самой процедуры заключается, суть самого заболевания заключается в том, что мутнеет непосредственно человеческий хрусталик, и на сегодняшний день золотым стандартом лечения катаракты является факоэмусификация, то есть за пять минут можно избавить человека от мутного хрусталика, и он может видеть точно так же, как и раньше, особенно вдаль. Что касаемо катаракты, пожалуй, если будут какие-то вопросы, я расскажу более подробнее, чуть позже, хирургические методы особенно. И также одно из распространенных заболеваний это глаукома. Глаукома это заболевание, которое связано с повышением внутриглазного давления. Человеческий глаз, как бы мы себе не представляли, не чувствует внутриглазного давления, то есть многие пациенты приходят к нам на прием, говорят, поверьте мне, давление, я чувствую, что оно у меня повышено. Артериальное давление мы можем чувствовать, но внутри глаза нет ни одного рецептора, который может чувствовать давление или какие-то перемены этого давления. Только острые приступы глаукома, то есть острые приступы, когда глаз накануне разрыва мы можем почувствовать повышение внутриглазного давления. Поэтому очень важно всем людям старше сорока лет измерять внутриглазное давление, потому что риск этому возрасту опять же повышается в два раза. То, что давление повышено. Чем чревато это заболевание? Глаукома это такое заболевание, которое раньше непременно приводило к слепоте. Имело значение только стадия. На сегодняшний день мы можем очень долго держать пациентов на первой, второй, третьей стадии, когда мы можем довольно неплохо видеть. И глаукома зачастую является таким заболеванием, которое доходит до третьей стадии, человек про него ничего не знает. Как она проявляется? При повышении внутриглазного давления постепенно атрофируется зрительный нерв. И в результате этой атрофии страдают у нас поля зрения. То есть складывается трубчатое зрение, по центру человек может видеть еще долго хорошо, а боковое зрение сильно страдает. и замечаем мы это очень-очень поздно зачастую. Поэтому пожалуйста все люди, кто достиг возраста 40 лет, не забывайте после 40 лет измерять внутриглазное давление и контролироваться регулярно. Вот это все основные заболевания, которые мы с вами хотели поговорить. и если у кого-то есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Да, если у вас есть вопрос, поднимайте руку, я к вам подойду с микрофоном. А если все-таки ощущается давление в глазу, это что может быть, если как будто давит на глаза? В каких ситуациях это происходит? В какое-то время, это бывает вечером после работы? Вечером после работы. Вечером после работы. А работа у вас с чем связана? Ну, с компьютером. Нагрузка вблизи, компьютер, планшет, телефон, пишите. А полных лет вам сколько? 42. 42 года. А вы очки используете? Нет, еще. Есть такое понятие, как астенопический синдром. Вот эти возрастные изменения, при сбиопии, которые я говорил, или возрастное зрение. Оно нас непременно всех затрагивает. И у кого-то начинает зрение вблизи размываться, и человек просто отодвигает объекты, а у кого-то глазик начинает болеть. Внутриглазная мышца, цилиарная мышца, которая окружает наш хрусталик, а мы можем заново запустить? хрусталик. покажу на анатомическом примере. Это анатомия глаза, которую мы смотрели. Хрусталик. Его основная функция, как мы договорились, это хорошее зрение вблизи. Он окружен цилиарной мышцей, это целый блок, который выполняет массу функций внутри глаза, и хрусталик подвешен на циновых связках. Цилиарная мышца, сокращаясь, приводит к ослабеванию циновых связок, и хрусталик меняет свою форму. Но дело в том, что когда хрусталик не может менять свою форму, циновые связки и мышцы работают в любом случае, они у нас могут работать всю для того, чтобы изменить кривизну, а кривизна не меняется. И к концу дня, когда эта мышца уже поработала так, как раньше и 10% не работало, она просто определенным образом устает. Как это представить? Мы пошли в спортзал, накачали мышцы, вечером идем, есть определенный тургол наших мышц. То же самое внутри глаза. И она может немножечко болеть. Это единственный орган, который какой-то чувствительностью в задней камере глаза обладает. Остальные структуры не обладают барочувствительностью, то есть давление внутри глаза не ощущается. Поэтому скорее всего это присбепие. То есть вам нужно проверить свое зрение и может быть подобрать очки для близи. Спасибо. Да, я сам добавлю в продолжение вопроса про то, когда это ощущается как боль в глазах. Если, например, последние два раза, когда мне приходилось совершать перелет, вот в самолете по мере набирания высоты и чем дольше этот полет длится, тем больше вот эта боль в глазах, ну как она ощущается, нарастала. То есть и ну лично я для себя это объяснял как вот наверное влияние давления в салоне и какое-то внутреннее давление глаза. потому что как только начинает снижение боль пропадает. То есть вот как это может быть связано или возможно это какой-то слепота мне грозит? Нет, слепота вам не грозит из-за этого, но видите, такие моменты бывают у людей с ушами, когда мы поднимаемся высоко одно давление, а когда мы на земле другое давление. И внутри нашего тела это давление тоже определенным образом аккумулируется. Это влияет на нейрорецепторные органы, вестибулярный аппарат, зрительный анализатор. Как таковых каких-то внутри глаза давящих болевых ощущений не происходит, но посредством воздействия на наши нервы вот эта перегрузка, резкая перемена атмосферного давления вокруг нас она может влиять. У некоторых пациентов бывает давление в ушах. Это в принципе довольно распространенный момент. У кого-то бывает при перелете давления в гайморовых пазухах такое ощущение, что это внутри глаза. Но это в основном проблемы, не проблемы, а определенные погрешности на наших нервных рецепторах, которые не всегда рассчитаны на это. Какие последствия бывают у высокого внутриглазного давления? Последствия высокого внутриглазного давления это атрофия зрительного нерва. У нас, как я говорил, вся зрительная информация, сетчатки собирается в определенный пучок, и по зрительному нерву распространяется головной мозг. Если внутриглаза долго существует повышенное внутриглазное давление, оно давит на зрительный нерв, и клетки зрительного нерва гибнут. В среднем человеческий нерв имеет 2 миллиона клеток, 2 миллиона волокон, которые при приступе глаукомы могут атрофироваться за сутки, если честно. Поэтому от степени давления зависит атрофия зрительного нерва. И это последствия, то есть снижение зрения, слепота. У меня еще один вопрос. Вообще возможно ли полное отслоение из сетчатки или нет? Такой диагноз называется тотальная отслойка из сетчатки. Она возможна. И что это такое? Встречается, к сожалению, сейчас уже реже, конечно, но встречается, когда полностью вот эта оболочка отслаивается от нашего каркаса, от склеры и имеет такую форму треугольника. Места крепления остаются только на периферии и возле зрительного нерва. То есть она напоминает форму воронки. Это видно на ультразвуке, но и так невооруженным взглядом, если посмотреть внутрь глаза при помощи специальных инструментов. В результате чего это происходит? Отслойка сетчатки бывает травматическая, то есть в результате серьезного удара, какого-то стресса, когда на глаз воздействовали очень мощным давлением, возникли разрывы глаза, давление упало, например. травматическая катаракта имеет отдельную этиологию. Есть тракционная отслойка сетчатки. Тракционная отслойка сетчатки – это когда внутри глаза есть стекловидное тело, которое заполняет полость глаза за хрусталиком. Оно в норме напоминает гель, кисель прозрачный. Имея определенные мембраны, в определенных местах оно в норме крепится в здоровом глазу. В патологическом глазу чаще всего это бывает при близорокости, то, что я вам говорил про отслойку сетчатки. Стекловидное тело может спаиваться с сетчаткой, с тонкой оболочкой, а сетчатка это как лист бумаги, очень тонкая. И она не имеет надежного скрепления со склерой, так как это очень тонкая чувствительная оболочка, которая окружена большим количеством сосудов. И если есть спайка между стекловидным телом и самой сетчаткой, при движении глаз человек постоянно оказывает тракционное воздействие, то есть тянущее действие. В результате этого потихонечку-потихонечку может сформироваться разрыв, последующим отслойка, и самым запущенным вариантом является тотальная отслойка, которая может привести полностью к утрате зрения. Сориентируйтесь, пожалуйста, по ценам на эти операции. Существуют ли квоты на эти операции и делают ли их после инсульта? По поводу каких операций? Отслойка? Квоты, безусловно, существуют, но их определенное количество. Квотами занимаются государственные клиники, но мы тоже планируем, они существуют. Есть определенный объем на год, и хрусталики меняют бесплатно по программе ОМС, но там вопрос, какой хрусталик. Хрусталик, который дает хорошее зрение на всех расстояниях, но пока что по-моему с ним меняет. Но если говорить о нашей клинике, ценовая политика от 40 тысяч до 120 150 тысяч, там очень много моделей в зависимости от параметров глаза. Есть ли астигматизм, нужен ли мультифокальный компонент, то есть хочет ли человек видеть даль-близь. Есть трифокальные линзы, которые дают даль-близь и среднее расстояние. Масса производителей немецкие, английские, в зависимости от параметров. Если человек водитель, например, ему важно имплантировать определенные линзы, которые не дают галлоэффектов по вечерам. Когда мы, допустим, едем на автомобиле, зрачок у нас расширяется и радужные кольца появляются вокруг глаз. Есть такие линзочки, которые этого не дают, но это премиум сегмент, и это естественно влияет на цену. Цена зависит в основном от имплантируемой линзы внутри глаза, а не от самой операции. В зависимости от степени катаракты, если она не очень твердая, то это 5 минут. А заживает долго? Заживает это недолго. Человек вообще не чувствует, как это заживает, потому что на сегодняшний день у нас не было, конечно, долго останавливаться на катаракте, но на сегодняшний день оперативное лечение катаракты проводится через прокол. Вот примерно на этом участке. Прокол 2 миллиметра шириной, а сейчас даже есть 1,8. И через этот прокол удаляется вот этот помутневший хрусталик посредством воздействия на него утрозвука и специальной аспирации. Он высасывается, это полторы-две минуты, и через этот же прокол примерно 2 миллиметра мы можем имплантировать чистую линзочку интроокулярных хрусталик, который имплантируется картриджем чем-то наподобие шприца, и он там выйдя через носик картриджа расправляется, похож на силикон, что-то вот такое, и принимает ту форму, которую нам нужно внутри глаза. Такие технологии существуют на самом деле давно. Но модели хрусталиков, которые можно имплантировать через эти технологии, в нашей стране не было. То есть мы недавно начали их производить, но они до сих пор желают лучшего. Импортные производители, как правило, лучше. По ОМС в основном это отечественные производители. возможно повторная замена хрусталика? Она, конечно, возможна, но нужно ли это? Если есть вторичная катаракта, вам замена этого хрусталика не поможет. Вы не поверите, эта процедура буквально полторы-две минуты, вы увидите точно так же, как сразу после операции. Вторичная катаракта возникает один раз в жизни у человека, у которого была прооперирована катаракта и имплантированы искусственные хрусталики. То есть при артефакии так называемой искусственный хрусталик имплантируется не абы куда, а в капсулярный мешок. Капсулярный мешок от своего хрусталика, который остался во время проведения операции. Он только скрывается на переднем участке, удаляется маленький участок, через который мы этот хрусталик имплантируем. А все остальное связки капсулярный мешок, который окружает наш собственный хрусталик, остается и в последующем это окружает искусственный хрусталик. Задняя часть может со временем мутнеть. Почему это происходит? Потому что клетки своего старого хрусталика все равно остаются и они делятся всю жизнь, как я говорил, почему собственно говоря и презьбепи возникает и катаракта. И в результате этого паутинка распространяется по задней капсуле, тоненькая, хаотическое деление этих клеток приводит к тому, что мембрана становится задней непрозрачной, и мы можем при помощи специального як-лазера, просто закапав каплей, для того, чтобы расширить зрачок, обработав эту мембрану лазером, за максимум три минуты лишить пациента этой проблемы. Поэтому замена не нужна. Вот если мне уже делали подобную операцию, по вторичной катаракте, о которой вы говорите, и сейчас опять идет помутнение, что это? Ну, нужно посмотреть, почему идет помутнение. Видите, вторичная катаракта второй раз возникает только у пяти процентов людей, когда очень сильный идет фимоз задней капсулы. То есть активно нарастает помутнение вот этой капсулы, капсула сужается. Но это бывает очень-очень редко. Может быть, причиной вашего заболевания является какая-то другая болезнь, например, дистрофия сетчатки. Очень редко, когда хрусталик искусственный начинает мутнеть. Но нужно посмотреть, какая модель хрусталика, как была сделана вторичная катаракта. И уже оценивая все эти параметры, мы можем сказать, но, как правило, это делают один раз. И вот последний вопрос. Вы не могли бы назвать сильные школы по работе с сетчаткой, с фиброзами? Какая страна? Почему люди едут в Израиль? Почему они едут в Германию? не хотелось бы говорить о грустном, но на самом деле работать с сетчаткой до сих пор всему медицинскому сообществу довольно тяжело, потому что это часть головного мозга, вынесенной на периферию. И в основном большинство процессов, которые там происходят, мы на них сильно повлиять не можем. у нас очень малый такой ресурс манипуляций по воздействию. Вы же понимаете, люди в основном за границей едут за надеждой, и в безысходной ситуации не всегда это бывает оправдано. Сетчаточные дела, а какая конкретно у вас? Макулярная дистрофия? Макулодистрофия. То есть это проблема, которая развивается у человека опять же с возрастом. Возрастная макулярная дегенерация чаще всего при ней есть две формы. То есть одна влажная, другая сухая. Влажная очень агрессивная, и ее нужно поддерживать только определенными уколами, инъекциями препаратов. Это, в принципе, и у нас в России тоже осуществляется. А что касаемо сухой, это отложение продуктов жизнедеятельности в толще нашей биологической оболочки ввиду того, что сосуды у нас перестают функционировать к этому моменту так, как хотелось бы. То есть питательные вещества, грубо говоря, сосудами по сосудистой оболочке поступают в глаз, сосудистая оболочка окружает сетчатку, и они должны транспортироваться назад. но ввиду снижения проницаемости наших сосудов с возрастом, эти продукты обмена откладываются в сетчатки. И хорошо, если это твердая форма, а если это влажная форма, происходят отеки, кистозные изменения, последующие, которые могут формировать трубцы, и, к сожалению, если есть трубец, никакой Израиль не поможет. Мы не научились еще пересаживать сетчатку. В Японии только ведутся исследования по пересадке определенного слоя сетчатки пигментом эпителий. Если это удастся, может быть, мы чего-нибудь достигнем. Но пока мы не сильно в этом одержали успех. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Специфичное зрение, левый глаз, близорукость, правая дальнозеркость, как это лечится? А надо? Надо. Посмотрите, дальнозеркость какая? То есть вы вдаль видите хорошо. Да, один глаз, а этот близи. Это у вас с детства? Нет. Маленькая близорукость на один глаз, как говорил один из известных офтальмологов Федоров, это подарок человеку в возрасте. Понимаете, вам не нужно использовать очки. Это можно лечить, можно заниматься имплантацией фокичных ёл, если это нужно, менять свой хрусталик на искусственный. Но если вы сейчас одним глазиком видите вдаль, другим видите вблизи, и вас это до сих пор устраивает, можно это иметь? Нет, меня это не устраивает, потому что прогрессирует дальнозеркость на правый глаз. И сейчас складывается так, что вы все-таки вблизи уже вынуждены использовать какие-то очки. Я так правильно понимаю? Совершенно верно. Но если стадия вот этого заболевания достигла сего момента, то можно попробовать оценить масштаб мероприятия. Что происходит? Сколько выражена ваша близорукость, я сейчас сказать не могу, но лечится это простым образом. Либо вы используете очки, либо это хирургия. А хирургия два момента. Либо замена хрусталика, либо имплантация фокичных линз. И еще такой момент. Может ли глаукома повышенное давление вызывать головокружение? Сама глаукома вряд ли. Видите, зрительный анализатор взаимосвязан с головой, так как я говорил, что это часть головного мозга. И многие процессы, которые происходят в голове, могут вызывать отражение сначала в глазах. Например, есть такой симптом при мигренях, мигренозные приступы, когда появляется яркое свечение в глазах, вроде бы потом болит голова, но вспышки в глазах появляются. Поэтому взаимосвязь между заболеваниями глаза и головы есть, но это в основном и радиация боли. Чаще всего из головы ирадиируют глаз, и кажется, что там что-то болит. Либо это пресбиопические моменты, когда мы долго читаем и астенатический символ. Спасибо. Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, у меня, наверное, не очень умный вопрос будет. Подскажите, вы упоминали имплантирование линз. А может ли она отторгаться после операции? И какие при этом симптомы? Раньше были такие моменты, когда имплантировали хрусталики некачественного материала из некачественного производителя. Но вообще, как первый раз люди поняли, что можно внутрь глаза чего-то имплантировать. Один английский летчик во время Первой мировой войны получил удар по глазу, ему осколок попал в полость хрусталика и там просуществовал всю жизнь. Не отторгся. То есть человеческий глаз, он окружен определенными оболочками, которые до определенного момента клетки иммунной системы вообще не запускают полость глаза. То есть сетчатая оболочка, она имеет пигментные петели, сосуды имеют определенное строение, через которое клетки иммунной системы не проникают. Но есть определенный момент в радужке, в сосудах радужки, если внутрь глаза попадет крайняя инфекция и все же антитела начнут вырабатываться, это не остановить из-за определенного строения. Поэтому отторжение, если все делать правильно, если не допускать большого стресса и имплантировать хрусталик туда, куда нужно и такой модели, которую как нужно, мы не встречали уже давно. Здравствуйте, они подскажутся, что делать при аккомодации и помогает при ней трансферка? Аккомодация это процесс. Вы имеете ввиду спазм аккомодации. Аккомодация это что? Вот я смотрю вдаль, вот я здоровый человек, я вижу 100% вдаль, я смотрю близь и вижу 100% близь. Вот этот процесс, который произошел сейчас, он называется аккомодацией, то есть она должна быть у здорового человека. что при ней делать, трансферка при ней делать не надо, потому что при нормальной работающей аккомодации человек видит хорошо на всех расстояниях. А если вы имеете ввиду спазм аккомодации, это когда человек до недавнего прошлого, например, видел хорошо и вдали и близь, а тут вдруг сдавал сессию, читал много, смотрел компьютер, фильмы по ночам, телефон, когда длительная нагрузка вблизи существовала. В этом случае человеческий глаз долго находится в напряжении аккомодации, мышца не расслабляется, и потом, когда мы пытаемся посмотреть далее, она просто не может расслабиться. Это называется спазм аккомодации. При этом делать ФРК не нужно и вообще любые процедуры, потому что спазм аккомодации имеет свойство проходить. Его лечат определенными каплями, гимнастиками, режимом. Здравствуйте. В дополнение к предыдущему вопросу. Посещал офтальмологов, они, в принципе, и прописали спазм аккомодации только на один глаз. У меня всегда было стопроцентное зрение, но спустя нескольких лет работы в новой сфере для меня один глаз перестал, в одном глазу изображение двоится, то есть с разницей в 2-3 миллиметра границ. И приписали спазм аккомодации, приписали капли, гимнастику для глаз, но возможно ли что-либо другое? И почему один глаз только? Ну, вы полечили месяц, да? Да, оперативно сразу капли, гимнастика, таблетки. Не помогло? Нет. Ну, видите, когда, а в каком возрасте у вас это произошло? Ну, вот, буквально полгода назад случилось. Когда человек впервые обращается с такими жалобами, в основном офтальмологи принимают решение полечить его. Полечить для того, чтобы понять, спазм это аккомодация или не спазм. Видите, иногда человек при плюс-минус 0,5 может видеть 100%, а то и 150, и 200. Это, естественно, погрешность нашего зрительного анализатора. Но у некоторых какого-то человека может быть при минус 0,5 100%, а у кого-то нет. И когда к нам человек приходит на один глаз минус 0,5, на другой 0,25, например, и один видит 100%, а другой 50, то мы назначаем эти капли для того, чтобы полечить и посмотреть в конце этого периода. То есть важно после этого лечения провести еще раз осмотр, помогло ли это. Если это не помогло, мы просто можем измерить определенные параметры глаза, в частности это длина глаза при помощи специальных бесконтактных приборов и сказать, истинная ли это близорукость или нет. Если это незначительная степень истинной близорукости, человек ее может долгие года не чувствовать. И может быть вы не замечали, пока вы видели 70-80%, а начали чувствовать, когда перешагнуло а-ля за 60% острота зрения, минус мог долгое время у вас существовать. Что с этим делать? Ничего можно не делать, если вас это устраивает. Если не устраивает, можно проводить лазерную коррекцию зрения, можно использовать контактную линзу на один глаз. Просто это мешает работать? Приходится пользоваться бинокулярами? это мешает работать, вам нужно провести диагностику, и на основе этой диагностики можно сказать, вообще возможно что-то сделать или нет. В частности, решение спазма аккомодации, который долго не проходит, это близорукость истинная, просто степень ее может быть очень маленькая. На сегодняшний день от минус 0,5 уже оперирует, если это мешает пациенту. Спасибо. Я вот немного в продолжение темы, про то, что длительные процессы 12-часовой рабочий день за компьютером, так скажем, продолжительное время на протяжении месяцев, повторяющиеся, скорее всего, не приведет к улучшению зрения. И есть ли какие-то рекомендации по тому, как условно избежать как раз негативных последствий при столь длительном процессе работы на близком расстоянии напряжение зрения? Эти рекомендации еще советских времен ясны, то есть у нас даже уроки в школе 40-45 минут, когда мы нагружаем свое зрение вблизи, и 10-15-20 минут желательно расслабляться. Под расслаблением имеет значение, имеется в виду, что мы смотрим вдаль, все, что на расстоянии 4-5 метров и до горизонта, это зрение в расслабленном состоянии. Все, что ближе сюда, это нагрузка на аккомодацию, то есть чередовать нужно нагрузки с расслаблениями, и это залог успешного зрения. Конечно, в идеале таких часов должно быть 8, не больше. 12 часов это уже определенный риск, и есть такая гимнастика с точкой на стекле, когда мы смотрим далеко близко, далеко близко. хотя бы ее каждый час сделайте, если вы очень долго работаете с компьютером и не можете делать перерывы. Но опять же, видите, какие-то люди подвержены изменениям, определенный генетический фактор есть, а у каких-то людей сутки напролет сидят перед компьютером и ничего, хотя в последнее время этих людей уже становится все меньше и меньше. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Вопрос такой, не по хирургии, а скорее по компенсаторным методам исправления зрения, в частности близорукости, миопии. Читала о ночных линзах, есть ли у них какие-то преимущества перед обычными линзами, которые в дневное время носятся, есть ли какие-то побочные эффекты, вообще как это работает, не могли бы пожалуйста рассказать. Спасибо. Пожалуйста. Смотрите, ночная ортокератологическая линза, она планируется на роговицу, роговицу имеет определенную форму и собственно говоря при лазерной коррекции зрения мы меняем эту форму точно так же, как и ортокератологические ночные линзы, просто они всю ночь давят на роговицу и в зависимости от вашего минуса, там близорукость только можно лечить или астигматизм определенной степени, в зависимости от степени близорукости они давят на эту роговицу. Роговица, как мы говорили, имеет эпителий. Эпителий, он похож на такой слизистый, он может мигрировать, он как эпителий полости рта, очень тонкий, мягкий, подвижный. Если всю ночь что-то давить на роговицу, этот эпителий постоянно обновляется и обновляется в тех местах, где не давит, то есть он собирается в большую, здесь вот такую горку, так сказать, по лимбу роговицы, и тем самым передняя поверхность становится той формой, которой нужно. Но видите, это все равно давление, это определенная компрессия, это гипоксия роговицы, и мы часто сталкиваемся с такой проблемой как помутнение роговицы, хейс роговицы при использовании вот этих линзов. Возникают различные кератиты, то есть мы не активно используем такие ортокератологические линзы, единственное, что мы считаем, что они в детстве оправданы, когда нельзя делать коррекцию, когда глаз активно растет, ребенок не хочет использовать очки, можно одевать вот эти ортокератологические линзы на ночь, и ребенок будет видеть хорошо целый день. Но видите, это все равно определенная игра, то есть утром человек видит хорошо, вечером уже плохо, то есть взад-вперед, давим, расслабляем, давим, расслабляем, ничего хорошего, если это делать всю жизнь, ни к чему хорошему не приведет. Помутнение роговицы, кератит, это осложнение. Здравствуйте, спасибо большое за краткий, но очень емкий рассказ про виды операций, и у меня такой вопрос, если человек всю жизнь живет с миопией, подросток, может ли он просто понадеяться, что в будущем, годам к 40, он будет в ноль, когда у него начнет развиваться дальнозоркость, и если да, то до какого примера зрения можно это рассчитывать? Ну, видите, в чем дело, вот большое заблуждение, то, что миопия с возрастом куда-то испарится, она никуда не испарится, если у человека, к примеру, минус 4, то при сбиопическому возрасту единственное, что он может рассчитывать, он может рассчитывать на два варианта очков, одни послабее для близи, а другие посильнее для дали, то есть в идеале очки для дали никогда с возрастом не меняются, меняются только очки для близи, потому что одев очки, человек становится как будто бы здоровым, и он видит эти очки те 100%, которые видит любой здоровый человек, но здоровому человеку с возрастом нужны плюсовые очки для того, чтобы читать, а у близорукова уже есть очки, и он просто от них убавляет то, что ему по возрасту положено, то есть если вдаль в 40 лет минус 4, вблизи будет минус 3, и каждые 5 лет по 0,5 убираем, и когда-нибудь мы доберемся до 0, но это будет уже к 80 годам, а там уже катаракта, поэтому вот такие моменты, то есть минус никуда не денется. Еще рано, у нас еще время на один вопрос есть, но у нас трансляция, поэтому все вопросы идут туда. Спасибо большое за лекцию, у меня такой вопрос, вот последние три пары очков, которые мне выписывали, они все время были меньше, чем тот минус, что у меня есть, и мотивировали это тем, что не нужно перегружать глаз, иначе глаз привыкнет к тому, что он все хорошо видит в очках, и без очков вы вообще не перестанете нормально видеть. А вы говорили про то, что вот есть такая вещь, как ленивый глаз, и если глаз не нагружать, то он, в принципе, не будет никак делать. В общем, вопрос такой, действительно ли нужно носить очки меньше, чем у тебя минус, и почему это так? Смотрите, это такая тонкая грань, у вас минусовые очки, близорукость. Все дело в том, что амблиопия у вас уже никогда не наступит, потому что, если она не наступила до 14 лет, вы уже спармировались, дальше не будет. Что касаемо слабых линз, а полных лет вам сколько? 24. Ну, в 24 года об этом думать рано. В любой стране за пределами нашей постсоветской территории вам подберут только максимальные очки, для того, чтобы вы видели хорошо вдаль. Да, просто вот эти три года зрение падает, то есть, каждые очки я все хуже и хуже вижу. Вы все хуже и хуже видите, вам подбирают очки все слабее и слабее. Да, да. Видите, это взаимосвязанный процесс. Вообще, нужно понимать параметры, для того, чтобы говорить, прогрессирует близорукость или нет, не на очки нужно ориентироваться, потому что аккомодационный аппарат нас сильно обманывает, и каждый доктор по-своему подходит к подбору очков. Они, на самом деле, на плюс-минус 0,25 могут отличаться, там, выбрать вот 10 докторов, и каждый выберет по-своему. Но прогрессирование близорукости – это увеличение длины глаза. Всю жизнь глаз не может расти, хотя в 24 возраста вероятность этого примерно от 5 до 7 процентов, примерно, вот так. есть, может быть, действительно, есть прогрессия длины, нужно мерить длину глаза, исходя из этого говорить, прогрессирует ли. А подбирает вам очки то, что послабее, и боятся ее прогрессии, на сегодняшний день это неоправданно. Ни в одной стране мира маломальски понимающих, как видит глаз, не будут вам такого делать. вы привыкнете к слабым очкам, потом люди приходят на коррекцию, они хотят видеть, как все остальные, но есть определенная слабость, аккомодация, то есть, если у вас минус, ну, опять же, 4, а вы используете минус 3, у вас как будто бы всегда есть минус 1. Поверьте, люди на коррекцию зрения с минус 0,75 приходят, потому что зрение плохое, то есть, значит, у вас плохое сейчас зрение, и никакого смысла это терпеть нет. Нужно следить за длиной глаза, если она не увеличивается, подбирайте, пожалуйста, максимальные очки. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ